Казалось бы, ещё совсем недавно прошёл осенний призыв, и для тысяч новобранцев наступил переломный момент в судьбе. Они отправились в воинские подразделения страны, чтобы возмужать и окрепнуть, освоить армейскую специальность и вернуться домой настоящими мужчинами. Среди новобранцев и герой нашего сюжета Максим Заруба, который сегодня служит воинской части 92-504-115-го зенитно-ракетного полка. До этого момента на гражданке он работал учителем физики и информатики, а так как у него высшее образование, срок службы в армии составит один год. Я считаю, что каждый мужчина должен служить в армии, потому что он должен научиться воинскому делу, как минимум самому маленькому, это держать в руках оружие, почувствовать вес того же снаряжения, бронежилета и отдать свой долг родине. Но за короткий срок сам Максим не только научился держать оружие в руках, свыкся со строгим распорядком дня и суровым армейским бытом. Он с интересом осваивает профессию планшетиста, успешно выполняет задачи боевого дежурства, пользуется расположением товарищей и уже заслужил уважение офицеров. С самого первого дня он начал проявлять интерес к военной службе, и я это, в том числе, как его непосредственный командир, заметил, и всячески помогаю ему. Он хороший парень, хороший в коллективе, хорош в службе и вообще даже как человек. Свои обязанности он выполняет на 10,5 баллов, если можно так сказать, из 5, и я очень рад, что мне посчастливилось быть его командиром. Такие слова дорогого стоят, и рядовой Максим Заруба старается им соответствовать. Как педагог он находит подход к сослуживцам и с благодарностью принимает новые знания от старших товарищей и офицеров. Здесь ты с людьми проводишь 24 часа в сутки, и не всегда в эти сутки ты 8 часов отдыхаешь. Иногда ты с этим человеком бодствуешь 24 все часа, поэтому нужно найти общий язык, найти понимание между собой и общаться, выполнять боевую задачу вместе. Что касается старших товарищей и офицеров, также и сержантов, они пытаются нас научить чему-то новому. Учат, как жить, как правильно жить в тех или иных ситуациях, проживать моменты, даже, наверное, больше, чем в какой-то специальности. Они как быть мужчиной учат. До окончания службы еще долгих 8 месяцев. Но сама армия для рядового Заруба, как говорится, не в тягость, а в радость, если бы не одно обстоятельство. Дома ждет его любимая жена, и разлука с ней – это самое сложное испытание. У меня есть жена, поэтому мне очень сложно находиться здесь, зная, что где-то там она одна без меня. У меня вот это единственная сложность армии, что ты лишаешься семьи на какой-то промежуток времени. Спасают ситуацию только письма друг другу, которые можно перечитывать, когда одиноко, и редкие встречи раз в неделю по воскресеньям. Но несмотря на тяжесть разлуки, молодая жена гордится своим защитником родины и считает, что школу жизни в армии должен пройти каждый настоящий мужчина. Считаю денечки, сколько осталось. У меня есть приложение, в котором отчитывают, что на данный момент осталось 254 дня до того, как мы снова будем вместе. Я горжусь своим мужем, потому что это очень большая ответственность на него возлагается. Я очень рада, что сейчас наша страна в надежных руках, потому что небо под его защитой.